Слава сторонам депутата Архоматы. Комитет Джоргу Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике вчера рассмотрела и приняла в закрытом режиме во втором и третьем чтениях законопроект о легализации казино. Депутат Дастан Бекешев, ранее поддерживающий инициативу, на этот раз выступил против разрешения игорной деятельности. Немного вам удивительно, почему я резко поменял позицию. Дело в том, что этим законопроектом разрешают онлайн-казино и рекламу 24 на 7 всех азартных игр во всех средствах массовой информации, на телевидении, билбордах. И это означает, что наши граждане будут играть в казино, что бы там ни говорили, в нашем правительстве. Кабинет министров рассчитывает, что казино, залы с игровыми автоматами и тотализаторы смогут посещать только иностранцы старше 21 года. Для таких мест будут выделены закрытые специализированные территории, где будут работать только кыргызстанцы. По словам экономиста Алмаза Шабданова, легализация игорной деятельности поможет пополнить бюджет и поднять уровень экономики страны. Открытие казино именно с акцентом на глобальный рынок – это очень правильный ход. Также даже для развития регионов. Единственное, насколько это хорошо пойдет, вот и большой вопрос, потому что то, что сейчас подразумеваются какие-то регионы делать игровыми, это требует много инфраструктурных инвестиций. Кто за них это будет делать, насколько это выгодно будет для инвесторов. То есть там еще детали надо обдумать и предлагать для них, и, соответственно, вести такой государственный маркетинг в этом плане. Но с точки зрения экономики, это очень доходный и легко создаваемый сектор экономики. Кабмин планирует ежегодно повышать налог на игорную деятельность. В этом году ожидается поступление в казну 1 миллиарда сумм в 2024-м 2 миллиардов. Согласно расчетам экспертов по экономике, разрешение казино привлечет иностранных гостей и поможет развитию туризма. Это тоже будет одним резервом, где постоянный источник будет поступать для пополнения бюджета, поэтому его надо разумно использовать. И самое главное, в самом законе, она уже в первом и втором чтении прошла, вчера, значит, уже на третье рассмотрение парламента уже комитет направил. Дело в том, что здесь граждане Кыргызстана по закону не имеют права войти и играть в этих местах. Против открытия казино в Бишкеке прошли акции протеста. Как рассказали противники закона, одному из информационных порталов, у них есть несколько требований властям. Они считают, что законопроект понесет больше вреда для будущего страны, нежели пользы для бюджета. Требуем трех вещей. Первое, чтобы законопроект об игорной деятельности отозвали и на период работы 7-го депутата и президента Кыргызской республики этот вопрос более не поднимался. Второе, чтобы бинарные опционы, онлайн-казино букмекерские, более не работали в территории Кыргызской республики. И третье, чтобы вы жестко пересекали работу подпольных казино, которые сейчас открыто работают. По результатам опроса платформы KG, 72% опрошенных граждан проголосовали против открытия казино. 28% респондентов поддержали легализацию игорной деятельности. Днини граждан были учтены и нашей редакцией. Я не против. Появятся рабочие места. Это же хорошо для нас. Я против открытия казино. Увидите, как они откроются, начнется беспредел. Будет расцветать бандитизм и проституция. Доходы в бюджет можно найти другими способами. Ну, если казино будут только для туристов, то пусть открываются. Думаю, будет польза хоть какая-нибудь. Я против. Почему? Ну, по религиозному движению. Я не знаю, что такое казино. Вот я знаю, что сахара нет, вот это я знаю. В прошлом году депутаты Бактыбек Турусбеков и Дасан Джумабеков инициировали законопроект о разрешении казино в Иссык-Кульской области. Однако после общественного резонанса отозвали документ. Президент Садыр Джапара, в свою очередь, предложил открыть игорные заведения не только в этом регионе, но и по всей стране. Отметим, азартные игры в Кыргызстане запрещены с 2012 года. В 2015-м была прекращена деятельность тотализаторов и букмекеров. Ну и после этого регистрировали случай организации подпольных казино и игровых автоматов.